Самое важное для наших творческих профессий это как раз владение линейно-конструктивным рисунком. Это такие азы, после которых уже будут наращены знания в рамках образовательного процесса. У нас записалось 1300 человек сдавать экзамен по рисунку. Часть из них ребята, которые пришли сюда сегодня в Уникс, в наше зало, а часть ребят, которые сдают онлайн. Сегодня очень важный день, очень волнительный день. Ребята пришли, многие с родителями, и мы все их поддерживаем, и ребят, и родителей, и желаем успеха нашим абитуриентам. Мы обязательно осуществляем полный контроль, кто пришел, сверяем паспорт, все документы, все ли в порядке. Если все в порядке, человек заходит в класс, в классах выставлены уже композиции, человек занимает свое место и трудится почти 5 часов. После этого он сдает свою работу, и уже комиссия в течение двух суток будет оценивать результат его работы. Я с детства любила рисовать и решила свою профессию связать с творчеством, именно с дизайном. Сначала я хотела быть дизайнером интерьера, но потом я посмотрела, что на сайте КПУ есть еще коммуникативный дизайн, который дает базу сразу же для нескольких направлений дизайна. Поэтому я решила сначала пойти на коммуникативный дизайн, а потом уже переучиться еще на кого-нибудь. Сложностей практически никаких не было. Сначала запуталась с одной фигурой, но потом я поняла свою ошибку, я ее исправила. Я надеюсь, что у меня будут высокие баллы. Волнение, оно неотъемлемо всегда есть, хоть и небольшое. Вчера приходил на консультацию, все уточнил, и сейчас уже как-то знаю, что меня ждет. Вот волнение сходит на нет, но все равно немножко волнусь. У меня мама художница, ее сестра музыкант, и сам я и музыкой занимался, и с детства рисую. И как-то по жизни у меня это занятие прижилось, и мне очень приятно им заниматься, я хочу связать свою жизнь с ним. Я рассчитываю на свои силы, я готовился, я понимаю, на что я способен. И все-таки я понимаю, что есть люди, которые намного лучше меня рисуют, но я выложусь на максимум сегодня. В день экзамена все это выставляем, никто не знает, какие будут постановки, они все разные. Так что возможность писать равна нулю. Всегда во время экзамена преподаватели ходят, наблюдают. Мы, конечно, наблюдаем, чтобы не было никаких нарушений, но если есть какие-то вопросы, куда-то нужно выйти, какие-то нужны. Ну, подсказывать мы тоже не имеем права, морально поддержать можем. В современном мире все, что угодно возможно. Так что мы блюдим за то, чтобы было все честно, поступили самые талантливые.